Уважаемые коллеги, мы провели совещание с Министерством финансов по целому кругу вопросов в части выполнения и бюджетных обязательств по этому году, и самое главное, Государственного оборонного заказа. При тех сложностях, которые на сегодняшний день есть, тем не менее, мы в плановом порядке выполняем Государственный оборонный заказ. С учетом того, что бюджет финансирования в текущем году превысил предыдущий год на 15%, нам, естественно, надо посмотреть основные направления, на что нам обратить особое внимание по выполнению заданий Государственного оборонного заказа. Несмотря на антироссийские санкции, сегодня уровень заключенных государственных контрактов составляет 85%. В апреле мы завершим эту работу, продолжая опережающую поставку вооружения и техники с применением кредитных средств. Приоритетом является высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил. С учетом проведения специальной военной операции в текущем году необходимо сохранить заданные темпы поставки войска перспективного вооружения. Включая роботизированные комплексы, средства информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы. А также, естественно, как это было и всегда, материально-техническое обеспечение. Также хотел бы отметить, что Министерство обороны полностью выполняет все социальные обязательства перед личным составом с учетом принятых решений по соответствующим индексациям. Это касается и индексации денежного удовольствия, это касается и оплаты гражданского персонала, и, конечно, как это предусмотрено нашим законодательством, безусловно, касается и военных пенсионеров. Кроме того, одобрены поправки в закон о ветеранах, согласно которым участники специальной военной операции на Украине признаются ветеранами боевых действий. Поддержка также будет распространяться и на родственников этой категории военнослужащих. Продолжение следует...